Ас-саляму алейкум варахматула в баракату. Сегодня у нас с вами очередной урок, пятый урок. И продолжим изучение с вами букв. На прошлых уроках мы с вами взяли буквы. В частности, последняя буква была буква ЗЯ. И хотела вам сказать, что вот эти буквы Алиф, в виде подставки, которым было РА и ЗЯ, они относятся к тем буквам из шести букв, которые не соединяются при слитном написании с последующей буквой. И это мы видим на примерах, особенно последние примеры, когда каждая буква вроде бы пишется отдельно. Почему? Потому что если мы рассмотрим, что с последующей буквой, то есть буквой, которая получается слева, и она не соединяется, таким образом, например, вот в данном случае Алиф в виде подставки не соединяется с последующей буквой ЗЯ, поэтому они пишутся рядом, что-то схожее с печатным форматом в русском языке, когда буквочки пишутся рядом, но между словами чуть-чуть расстояние больше. Вот здесь пробел больше. То есть ЗЯ написано, и теперь, так как предыдущая с ней буква просто не хотела соединяться, потому что она с последующей не соединяется, значит, здесь уже соединений нет. И сама по себе эта буква тоже не соединяется с последующей буквой, с буквой РО, и вышло, что все три буквы как бы написаны отдельно. Но, по сути, они являются одним словом, просто пишется рядом, так как это особенность этих букв. Такие буквы шесть, остальные буквы у нас, иншала, придут позже, и мы их с вами выучим. Пока на себе пометьте вот эту особенность этих букв. Итак, пойдем дальше. Следующую букву мы сегодня с вами возьмем. Это буква МИМ. Она схожа с таким, так сказать, червячком. И очень интересная буква. Читается она как буква или как звук М, то есть с огласовками МА-МИ-МУ. МА-МИ-МУ. Буква мягкая, соответственно, все огласовки после нее звучат мягко. Не надо говорить МА-МЫ или как-то по-другому. МА-МИ-МУ. Каждую огласовку читаем, так как она читается. Ну, большинством букв. Пишется она, в данном случае мы видим сверху написание этой буквы в отдельности. То есть она пишется здесь, мы видим отдельности вот таким образом. Но можно в отдельности увидеть еще и противоположное написание, когда пишется вот так вот. Вот так. Главное это, чтобы вот этот вот хвостик, он был как бы сбоку. То есть написать вот так вот, как шарик нельзя. Да, то есть это будет явная ошибка. Но должно писаться, или эта буква должна писаться именно сбоку. Вот такой как бы хвостик сбоку. Удобно вам сверху или снизу. Ну, в принципе, встречается и так, и так. В отдельности мы видим написание этой буквы, да, в первой строчке. Когда эта буква приходит в начале слова, да, то она уже пишется вот так. и обратите внимание, что вот этот хвостик, он как бы вот тут чуть-чуть поднялась. То есть он, голова, вот этот кружочек, он сверху, а хвостик, он как бы опускается ниже строчки, когда вот она в отдельном формате. Когда же буква приходит в начале, она пишется, уже этот хвостик, как бы пишется на строчку. и вот здесь уже очень важно, чтобы вот этот ну, как бы кружочек, он как бы смотрел вниз, да, то есть он можно сравнить, как будто шея и голова, и вот здесь такое пространство небольшое есть, оно должно быть, да, то есть мы пишем вот так. Это буква МИ в начале или если в положении, когда перед ней ничего не соединяется. Если же с ней что-то впереди соединяется, то это может быть соединительную линю, затем писаются опять на строчку. Если же она соединяется с предыдущей, но в позиции в конце, тогда опускается вниз, да, или пишется ну, пишется вниз, да, ниже строчки обязательно. Эти примеры мы посмотрим, да, то есть вот в этом положении, так как перед ней АЛИФ, МИМ пишется как бы отдельно, так как она однопременно и вторая буква и последняя. Вот, и они потому пишут все вместе. Вот в этом положении МИМ с последующей соединяется, РА, она уже последняя, ей не с кем дальше соединяться, поэтому мы видим МИМ как положение в начале. То же самое здесь, здесь отдельно, потому что предыдущая РА с ней не хочет соединяться. в этом примере мы видим АЛИФ не соединяется, МИМ поэтому стоит вторая и она как будто в начале, потому что АЛИФ перед ней в позиции не соединяется и с последующей РА она прекрасно соединяется. Следующие примеры такие же, в принципе, только другие буквы меняются. вот здесь мы видим интересный пример, когда МИМ в начале, потом РА, РА с последующим МИМ не соединяется и потому, несмотря на то, что МИМ уже в середине слова, но она как позиция в начале, потому что РА с ней не соединяется. Мишааллам почитаю вам примеры и вам нужно будет их дома прописать, у кого есть прописи прекрасно, прописать с огласовками и обязательно прочитывать. Прочитывать. МА МИ МУ МА МИ МУ ММ Еще хотела обратить внимание, что МИМ такая буква, которая образуется на губах, да, то есть огунная буква и закрывая Махарач, у нас звук как бы перенаправляется через нос. То есть мы не говорим, а мы резко не разжимаем губы, не даем вот этот резкий звук, а как бы закрываем и завершаем звук через нос. Ну, тоже не нужно переусердствовать, делать, если этого не требуют правила, потому что иногда правила с вот этим звуком дополнительным у нас будут встречаться дальше. Итак, АМ ИМ УМ МУРУ МУЗ РУМ АМЕРО Обратите внимание, все буквы одинаковые должны быть. Нельзя говорить АМЕРО или АМЕРО АМЕРО, да, то есть вот эти вот удлинения недопустимы. Все буквы у нас идут просто согласовками, долгих нету, поэтому все одинаковые. АМЕРО АМЕРО УМЕРО УМЕРО АМЕРО АМРУ АМРУ Здесь буква с суконом, мы не допускаем не допускать АМЕРУ или АМЕРУ как-то похоже на какую-то гласовку, тоже не нужно делать. ИМРУ ИМРУ РОМЗУ ИРМИ ИРМИ МАРУ 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 РОМ 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 ЗЕМ 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 АРУ ЗЕМ АРУ ЗЕМ Обращаем внимание, что РО и МИМ, чтобы они не были сильно короткими, но удлинять чрезмерно тоже не нужно. Прописать, прочитать, выучить, много тренироваться и соблюдать те нюансы, замечания, которые вам сказала. Если будут у кого-то вопросы, задавайте их под этим видео. Ассаляму алейкум, варахматулаги, варахматулаги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова